Дискинезии желчно-выводящих протоков, спазм в области сфинктера ОДИ или фатерова соска и каким образом эти состояния являются механизмами запуска формирования жирового гепатоза. Очень просто, уважаемые коллеги, представьте себе, что вот это вот мое положение пальцев, большого и указательного, это у нас, так называемая, подкова двенадцатиперстной кишки. А вот мои очечнички, вот головочка поджелудочной железы. И что у нас происходит? При состоянии дискинезии, то есть нарушения движения самого, самой желчи, самой желчи, происходит спастическое состояние непосредственно самой двенадцатиперстной кишки. И панкреатические выходы, которые у нас локализуются в области двенадцатиперстной кишки, непосредственно в виде желчно-панкреатической ампулы, начинает возбуждаться, начинает отекать. И сама головка поджелудочной железы начинает захватываться напряжением в области двенадцатиперстной кишки. Что у нас происходит в этом случае? У нас в этом случае происходит нарушение кровообращения, непосредственно, именно в части головки поджелудочной железы, рефлекторно отдающие в тело поджелудочной железы и рефлекторно от тела поджелудочной железы, отдающие в хвост поджелудочной железы. Как раз таки в том месте, где находятся островки Лангерганса, печально известного рано ушелцевой жизни открывателя инсулина, именно Лангерганса. И вот, что у нас происходит в этом случае? В этом случае, у нас происходит резкое изменение состояния ферментной системы, у нас происходит поломка тех ферментных процессов, которые запускаются непосредственно поджелудочной железой. И все те продукты, которые у нас должны были по очереди распадаться, они у нас не распадаются, они у нас утилизируются. В силу особенностей, так называемого, цикла крепца, это есть такой механизм биохимический в нашем организме, приводит к тому, что в области печени начинает происходить процесс накопления жира. И вот поэтому всегда следует очень помнить о том, что любые изменения со стороны пищеварения, особенно такие, как тошнота, как отрыжка, изжога, как состояние повышенного газообразования, как состояние неудачного отхождения или долгого отхождения газа, всегда приводит к тому, что это и эти процессы напрямую связаны с тем, как ведет себя состояние желчного пузыря в виде части своих протоков, как ведет себя желчь, которая попадает в двенадцатиперстную кишку и как ведет себя панкреатический сок, который из поджелудочной железы попадает тоже в двенадцатиперстную кишку. Поэтому, прежде чем заниматься проблемами борьбы с ожирением печени, наведите порядок в своей печени, непосредственно, отследите биохимические процессы, которые происходят в печени. Там достаточно пяти показателей. Мы подробно на этих пяти показателях будем останавливаться на наших очередных встречах с вами. И, соответственно, в связи с этим, возьмите себе на заметку о том, что вам есть необходимость проверить состояние сахаров, проверить состояние вашей поджелудочной железы. Я вам покажу сейчас упражнение, упражнение, которое называется натирание. Это упражнение очень хорошо стабилизирует комплекс упражнений натирания. Эти упражнения или этот комплекс рей очень хорошо снимает состояние дискинезии желчно-выделительных протоков и состояние отеков в области двенадцатиперстной кишки, непосредственно в области фатерова соска или сквинктора оди. Первое воздействие из этого комплекса, это воздействие на нашу авторскую точку, а на парная точка доктор желч. Она находится как на левой руке, так и на правой руке. И следующее, упражнение натирания, это обычное вот такое движение, которое вы наверняка в своей жизни часто делаете. Вот видите, от натирания даже печень упала, так и стало хорошо. И она решила на нас наплевать и пойти поспать. Вот вы воздействуете на точку доктор желч, вы натираете свои руки. Доктор желч 20 секунд, натирание состояния бескислородного движения в течение пяти секунд. И вашей печени, вашему желчному пузырю, вашей двенадцатиперстной кишки, головки поджелудочной железы, телу поджелудочной железы станет удобнее. Головка выйдет из охвата двенадцатиперстной кишки, ослабится ее воздействие и системы химизма, поведения пищеварения будут достаточно стабильные. И конечно, будьте здоровы и берегите себя. Не забывайте про доктор желч, про натирание, про печень, желчный пузырь и поджелудочную железу.